Ну а в октябре бизнесмен вложил около 100 миллионов тенге собственных инвестиций в строительство жилья в рамках программы Нурложер. При этом Акимат с ним рассчитался лишь частично, уверяют предприниматели. Сейчас дом практически готов к сдаче в эксплуатацию, но на завершение у подрядчика не осталось средств. Между строительной компанией и местными чиновниками возник денежный спор. Подробнее материали. Жилой многоквартирный дом и нравственно-духовный центр Анагатахзам. Дебют в строительной сфере для компании Турлана Шукурова оказался разъярительным. Три года назад Акимат Ахтубе предложил ему принять участие в жилищном строительстве. Семимесячное строительство затянулось на несколько лет. Делали мы пять дополнительных соглашений о продлении сроков строительства и финансирования. И в связи с этим я уже попадаю в 47 миллионов официальных уже не учтенных товаров. Потом, так как срок строительства уже почти на три года перенеслась, а смета с 2017 года. И в 2018 году материалы с 2018 года, с 2019 года в разы увеличились. В разы увеличились и здесь мы тоже уже попадаем по инфляции. Бизнесмен рассказывает, строил на совесть, вкладывал собственные деньги, продал офис, технику. Сейчас бюджет компании на нуле. При этом за нравственно-духовный центр Анагатахзам чиновники остались ему должны. За наружные коммунальные сети они со мной уже на протяжении четвертый год кормят только обещаниями. Свыше 15 миллионов. Вроде бы и сумма небольшая, но для моей компании в такое сложное время это значимая сумма. Но положенные, я говорю, год, два, три ждал. Перерасчет с учетом инфляции чиновники делать не стали. Заплатили компании предусмотренные договором средства и требуют завершения и сдачи жилого дома в эксплуатацию. В противном случае его ждут судебные иски. Сейчас дом завершен на 95%. Остались некоторые детали на 15-20 дней. Но подрядчик, сославшись на убыточность проекта, не хочет завершать строительство. За невыполнение договорных обязательств мы подадим на него в суд. Сейчас компания Шукурова на грани банкротства. По его подсчетам, Акимат за два объекта задолжал ему в целом более 100 миллионов тенге.